МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Любовь к родине. О патриотическом воспитании говорили сегодня в Доме правительства. В больнице на колесах в Чувашии начали открывать мобильные ФАПы. Оттилла. Рождение легенды. В театре оперы и балета долгожданная премьера. Сегодня с визитом в Чувашии побывал генеральный консул Республики Казахстан в городе Казань. Он посетил ряд предприятий в нашей республике. Перспективы сотрудничества Чувашии и Казахстана обсудили в Доме правительства во время встречи с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Сотрудничество Чувашии и Казахстана налажено и динамично развивается. Внешний торговый оборот республик за 9 месяцев 2018 года увеличился на 19% по сравнению с прошлым годом. На Казахстан приходится почти 40% от общего объема экспорта Чувашии. Наши организации электротехнического кластера, которые производят, пошли в ваш рынок. Рынок Казахстана сегодня комфортно себя чувствует, участвует на разных конкурсах. По качеству, по цене не уступают. Это касается промышленности, касается сельского хозяйства. Наши аграрники, земледельцы сотрудничали и сотрудничают, соответственно. И с точки зрения дальнейшей перспективы я уверен в том, что это сотрудничество только будет развиваться. Я вижу здесь большие перспективы для наращивания сотрудничества. Я предлагаю подумать относительно проведения большого делового форума Казахстана-Чувашия, где мы бы собрали всех бизнесменов, заинтересованных в развитии наших отношений. Они есть уже бизнесмены, есть и с нашей, и с вашей стороны, но их может быть еще больше. Михаил Игнатьев поддержал идею проведения делового форума на Чувашской земле и предложил приурочить это мероприятие к празднованию 550-летия Чебоксара в следующем году или к празднованию Дня Республики. О совершенствовании патриотического воспитания говорили сегодня на заседании Ведомственного координационного совета при главе республики. Патриотизм не на словах, а на деле. Не абстрактная любовь к отчизне, а конкретные проекты. Они реализуются в детсадах, школах, вузах. Достаточно вспомнить ставший известный на всю Россию парад дошколят, традиционно проходящий в канун Великой Победы. Юноармейские игры «Зорница» и «Орленок» — уроки мужества, которые проводят для молодых, ветераны войны и те, кто служит в армии сейчас. Участники совета обсудили план работы на будущий год и интересные инициативы, благодаря которым расширяются границы этой очень важной в современных реалиях работы. Мы все понимаем, с учетом того, что сегодня обстановка в целом не такая уж постая, ну и патриотическое воспитание по главу угла в данном случае выходит, мы должны этому придать дополнительный импус. Так коллектив Чувашского государственного университета предложил создать интерактивную карту мемориальных памятников и объектов исторического наследия. Над ней будут работать и педагоги, и студенты. Проведена подготовительная работа, большая. Были сделаны запросы во все муниципалитеты. С тем, чтобы сформировать базу данных, открывается карта, и на каждое муниципальное образование мы можем получить информацию, ну, Цивильский район, ладно, возьмем. Значит, открываем и видим, что на территории школы у, значит, дворца культуры существуют мемориалы. Интерактивная карта поможет собрать воедино все объекты, имеющие отношение к российской военной истории, памятники и захоронения. По предварительным данным, в Чувашии находится 1316 мемориальных объектов и 272 воинских захоронения. Все они найдут отражение на этой карте. Ее сможет найти в интернете любой человек, интересующийся историей нашей Родины. Дмитрий Ковалев, Татьяна Леонтьева и Андрей Спиридонов. Республика. В Янтиковском районе открылся сегодня новый фельдшерско-акушерский пункт. Он стал 527-м на медицинской карте Чувашии и 180-м, построенным за последние годы. Новое учреждение здравоохранения будет обслуживать более 500 человек, а для населенных пунктов, где менее 100 жителей, предназначены мобильные ФАПы. Первые пять уже поступили в Чувашу в рамках приоритетного проекта развития здравоохранения. Мобильный ФАП – это автомобиль-паз с модернизированным салоном. Он укомплектован всем необходимым оборудованием для медицинского приема – от собственной энергетической установки до мини-лаборатории и автоматизированного рабочего места фельдшера. Мобильные ФАПы предназначены для патронажа детей, медицинского обслуживания малокомплектных общеобразовательных учреждений, диспансеризации, плановых обследований, вакцинации. Средства на закупку мобильных ФАПов выделены из резервного фонда президента России. Эти мобильные ФАПы будут везде в те населенные пункты, где население по количеству жителей менее 100, менее 200 человек. Первые ФАПы уже распределены по пятим муниципальным образованиям. Если говорить о перспективе, нам еще через Министерство здравоохранения Российской Федерации выделят 15 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. И тем самым мы все населенные пункты, все микрорайоны в сельской местности обеспечим качественным медицинским обслуживанием. Сегодня же Михаил Игнатьев встретился с членами фракции «Единая Россия» госсовета Чувашия. Участники заседания обсудили текущие вопросы социально-экономического развития республики, а также итоги единого дня голосования, который прошел 9 сентября. Обсудили и новый закон о пенсионном возрасте, подписанный президентом России. Глава Чувашии призвал депутатов активнее проводить и разъяснительную работу на встречах с избирателями. Кроме того, в декабре в Москве должен пройти 18-й съезд «Единой России», на котором будут обозначены приоритетные задачи партии на ближайший период. И сама партия готовится уже к съезду. Поэтому наша задача, те вопросы, которые есть в нашей совместной деятельности, в нашей партийной работе, по содержательной части представить, соответственно, руководству и страны, руководству нашей партии «Единая Россия». Какой он, учитель будущего, накануне определяли в Чебоксарах. Конкурс с таким названием провел Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлева. Очный этап прошел в Театре Чувашской драмы. На сцене и за кулисами за конкурсантами наблюдала наша съемочная группа. Студентка четвертого курса факультета Чебоксарской и русской филологии Чебоксарского государства и Киевического университета имени Ивана Яковлевича Яковлева Ирина Петровна-Тимофеева. Ее педагогическое кредо сначала любить, потом учить. На сцене финалисты конкурса «Учитель будущего-2018» из шести педагогических вузов страны. Этот конкурс сегодня не просто внутри вуза, этот конкурс между педагогическими вузами. И, соответственно, это, говорит, обогащает, во-первых, расширяет возможности становления, профессионального становления студента. Обмен происходит опытом, традициями, которыми у каждого вуза своя. В этом году на участие поступило 52 заявки. В очный этап прошли 12 лучших молодых педагогов. Так что перед жюри сложный выбор. Мы всегда смотрим в будущее с надеждой на то, что дети захотят учиться. С надеждой на то, что учитель, вопреки всему, а не благодаря обстоятельствам, будет сеять, скажу банально, разумное, доброе, вечное. В программе три конкурса. Первый – ораторское мастерство Дарья Савина в своем выступлении на простом примере показала, как добиться того, чтобы информация не вылетала у детей с головы, как только они покидают класс. Не вот, дети, это Даня, обведите указкой на доске и запомните. Нет, а Ганс Христиан Андерсон, влюбленный в шведскую певицу Жанни Линд, едет за ней в шведскую. Я поняла, когда пришла к детям, это так интересно, это так увлекательно, потому что дети дают тебе столько энергии, столько радости, и ты сам чувствуешь себя ребенком, уходишь с таким настроением и забываешь про все проблемы, которые у тебя вообще существуют. Следующий конкурс – невыдуманные истории. Команда КВН играет нерадивых учеников. Задача конкурсантов – разрешить типичную школьную ситуацию. Одна из них – ученик прогуливает физкультуру. Ты будешь здоровым, сильным, красивым, и даже девочки будут на тебя смотреть. В смысле даже? Из 12 финалистов всего двое парней. Эдуард Викторов из Мариэл учатся по направлению физическая культура, спорт и туризм. Его кредо – индивидуальный подход к ученикам. Например, у меня никогда не получалось подтягиваться, и мне ставили двойки. Вот что скажете, что вы будете делать с такой ситуацией? Как действовать? К вам я сделаю индивидуальный подход. Придумал методику, как вам улучшить ваш плечевой пояс, чтобы вы смогли потянуться. В течение всего конкурса участники пытались ответить на вопрос, кто такие учителя будущего. Наша съемочная группа приготовила свой ответ. Вот они. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. 28 октября в столице Чувашии ждут премьеру. В театре оперы и балета на суд зрителей представят музыкальный спектакль «Аттила. Рождение легенды». Что объединяет скандинавские саги, чувашские предания и дрени-римские летописи? Герой Аттила. Воин, прозванный современниками Бечом Божьим. Великий полководец, объединивший множество народов, в том числе и предков Чувашей. Главный герой предстоящей премьеры. Слово «Аттила» как натянутая тетива, как какой-то такой мощный образ. Киргизы, к примеру, считают Аттилу своим героем, не без оснований, так же и казахи. То есть он, Аттила, руководил союзом племен. И в этот союз племен входили самые разные народы. Легендарный герой в эпоху великого переселения народов, создавший огромную империю от Китая до Европы, и сегодня не утратил своей сплачивающей мощи. Понимаете, тут премьера абсолютно для всех цехов театра. Это очень сложная работа и для хореографического коллектива, для нашего балета. Это очень сложная работа и для оркестра, и для дирижера. И для меня это очень масштабная работа и для художественных цехов, и пошивочных цехов, и бутафорских цехов. Тут все достаточно серьезно. Тут все, в принципе, на грани наших возможностей. Аттила в молодости, айцей, старейшины гоннов, римляне, рабыне, римлянки целых шесть, вода времени. Уже по эскизам можно сказать, что состав балета огромный. Сюжет новый, эскизы оригинальны, музыка с нуля. В общем, подобного балета, аналога такого в мире нет. Конечно, есть одноименная опера Джузеппе Верди, хорошо известная во всем мире. Но на балетную постановку, причем с собственной музыкой, кроме наших артистов, не решился пока никто. Как опытному работнику, наверное, мне 10 костюмов доверили шить на этот балет. Ну, вот это костюм гонна, ну, это как бы обновляем мы костюм. А вот следующий костюм, костюм римлянина. Это я полностью сама начала шить. Шью, значит, два костюма у меня такие, таких четыре костюма. Ну, еще другие есть, которые еще в работе. Над балетом, поставленным на средства гранта главы Чуваши, корпели больше года. Но, как признаются авторы проекта, на создание музыки, танцы, костюмов, декораций требуется гораздо больше времени. И тем сильнее предвкушение этого поистине исторического культурного события. Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. В Республике обсудят перспективы развития потребительской кооперации. Уже в ноябре представители Центра Союза страны проведут в Чувашии выездное заседание. О перспективах совместной работы зашла речь на всероссийской выставке «Золотая осень». С подробностями Дмитрий Ковалев. Яблочные соки прямого отжима в республике начали реализовывать недавно. Для переработки фруктов в Австрии был приобретен специальный комплекс. За год мы переработали пределы 250 тонн яблок. Получили соку около 120 с лишним тонн. И вот лучшие образцы продукции представили здесь, на этой выставке. Яблоки перерабатывали и раньше, но не в таком количестве. Из фруктов производили варенье и джемы. Но большим спросом сейчас пользуются именно соки прямого отжима, которые полезны для здоровья. Продукцию уже поставляют в другие регионы. У нас в совокупном объеме деятельности по производству годовой составляет более 1 миллиарда рублей. И сегодня, естественно, мы выставили самое лучшее, что у нас есть. Сама выставка, она дает возможность в первую очередь представить продукцию свою. И в то же время поучиться у других сельхозтоваропозводителей. Здесь очень много различных экспозиций. Мы, конечно, учимся, перенимаем опыт. Сейчас предприятия потребкооперации принимают от фермеров мясо, фрукты, овощи и молоко. На первый план выходит глубокая переработка. Увеличить долю глубокой переработки на территории Чувашской республики. Я уверен, предприятие справится. В пищевой и перерабатывающей промышленности 7 основных проектов. Если с мелкими, около 30 проектов разных инвестиционного плана реализовывается. Единовременно сегодня строятся новые комплексы. Среди них очень современные инновационные комплексы. Даже в России нет некоторых из них, которые строятся по этим технологиям. Единовременно строятся комплексы на 7 тысяч стоиловых мест. В Центросоюзе республику называют лидером по развитию кооперации производителей и потребителей. Мы рассматриваем республику Чувашия как регион, как ускоренного развития потребительской кооперации в стране. И на базе передового опыта Чувашии будем проводить наше совещание. И расширенное заседание Совета Центра Союза. Очень важно сегодня наладить реализацию фермерской продукции в торговых сетях. Одиночный производитель никогда не в состоянии выйти на зарубежные рынки, хотя продукция очень востребована во многих странах. Он не может войти в торговые сети. И если мы обеспечим сбыт, а производители обеспечат качество, то тогда вот все, что мы видим, во много раз больше произведут. И не надо их стимулировать, подгонять. Пути расширения сбыта продукции обсудят в республике уже в ноябре. По итогам выездного совещания в Чебоксарах планируют выработать дорожную карту. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы. В Чебоксарах разыграли награды Кубка России по карате. Это девятый кубок страны. В этом году он прошел по семи программам. Карате – это не просто вид спорта, это образ жизни. Он формирует в участниках силу духа, воспитывает волевые качества. В Кубке Федерации в Чебоксарах приняли участие школьники, студенты и ветераны. В спорте нет возрастных ограничений, отметил Михаил Игнатьев. Для поддержания здоровья каждый должен заниматься спортом и правильно питаться. Кубок Федерации по карате собрал чебоксарых спортсменов из 16 регионов. Это более 900 участников. Команда из Чувашии заняла первое место. Далее вас ждет полезная информация. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Выставка «Золотая осень» собрала в павильонах ВДНХ птицеводов со всей страны. На этом стенде представители линдовской породы. Такие гуси быстро набирают вес в среднем до 10 килограммов. За год несушки дают более 50 яиц. Единственный в стране племенной завод по разведению гусей породы линда работает в республике. Раньше у нас в республике не было. Теперь центр гусеводства перекочевал в Чувашию. Дело не в количестве и других экономических показателях, а в сохранении нашей отечественной породы. Чтобы мы не зависели от так называемого импортозамещения. Мы сумели сохранить эту породу в те непростые годы. Достойно ее представляем на российском рынке. Все практически гусеводство держится на нашей породе. Курируют селекционную работу специалисты Всероссийского института птицеводства. При участии доктора наук профессора Якова Ройтера была и выведена эта порода. С 2003 года исходный материал этой породы был передан в ООО «Вурнавец». И в настоящее время с того периода ведется селекционная работа в этом предприятии. Эта птица родилась не на пустом месте, а путем кропотливой селекционной работы, которая проводится с нашей помощью, но основной исполнитель, конечно, это специалисты завода и директор этого завода. На базе этой породы создаются сейчас специализированные заводские линии. И мы надеемся, что за год-два эту породу мы утвердим как новое селекционное достижение, новый кросс гусей. Племенные стада на предприятии «Вурнавец» выращивают для всей страны. Спрос на линдовскую породу огромен. Интерес фермеров вполне объясним. Мясо таких птиц отличается высоким качеством. Но главное, что гуси приспособлены к нашему климату. Линдовская порода гусей в Российской Федерации с общего поголовья гусей занимает 67%. То есть это основная порода, которая сегодня в России существует. Эти гуси являются одной из самых высококуративных пород в мире. Ими интересуются и немцы, и голландцы, и все остальное. Тут на выставке, проходя специалисты, естественно, все обращают внимание на эту птицу. На выставке, значит, очень много отечественных производителей гусеводства. Подходят зарубежные товарищи, которые интересуются нашей птицей. Мы уже участвуем в девятый раз. Мы постоянно получаем золотую медаль. Как племенное предприятие. То есть это очень престижно. Иметь свою породу гусей или породу любого животного. Это вот мы в республике представляем такое предприятие, которое имеет свою породу животных. На нынешней выставке предприятие «Вурнарец» получило очередную золотую медаль. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы. Фестиваль советов работающей молодежи в Урнарах стал настоящим праздником для креативных и добросовестных коллег с 13 предприятий республики. Те, кто обычно стоит за станком, занимаются научными разработками или обучают ребят, на этот раз собрались в творческом кругу. Мы впервые на гостеприимной в Урнарской земле, впервые присутствуем на таком замечательном предприятии «Август». Мы очень благодарны руководителям данного предприятия, очень благодарны совету работающей молодежи, которые проявили инициативу и пригласили сегодня к себе все советы работающей молодежи Чувашской республики. Всевозможные конкурсы, танцевальные батты, спортивные соревнования. Командам было предоставлено огромное поле для выявлений самых талантливых. Повторяем с ночи до утра, что будем выпускать мы трактора. Нам очень нравится, мы каждый год участвуем, каждый год занимаем места, и нам очень приятно, что в этот раз «Август» нас пригласил здесь очень красиво, вкусно, уютно, и мы очень рады. Такие соревнования для заводчан давно уже стали привычными. Активно отдохнуть после рабочего дня и получить при этом еще удовольствие, что может быть лучше. Так что хозяева стали для гостей непростыми соперниками. Впечатляет масштаб, конечно, организация. Очень много спортивных площадок, современные и с хорошим ремонтом. Очень заботятся и о работниках, и о жителях поселка. В основном мы все семейные люди. Идем в садик, забираем своих детей, соответственно. И вместе с детьми проводим время. У нас есть фитнес-центр тоже, где детская акробатика есть. Сейчас бассейн есть, где тоже детский плавательный бассейн есть. И здесь. В основном мы проводим то же время. Спорт-комплекс тоже. Волейбол здесь играет. Сейчас начали играть. Сезон начался. Каждый день, неделю, три раза, получается, в волейбол ходим, играем. Здесь вот спорткомплексы. У таких спортивных праздников высокий коэффициент полезного действия. Нам очень нравится. Мы здесь все общаемся, находим новых друзей. И, конечно, это большой опыт. Мы обменяемся какими-то интересами, какими-то знаниями. Отдыхаем. Совет молодых работников Вурнанского завода смесивых препаратов стал победителем молодежного фестиваля. Второе место у команды «Промтрактор Промлет». Третье место разделили «Промтрактор» и «Чебоксарский агрегатный завод». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова